7 августа 1901 года родилась актриса, сценарист, режиссер Юлия Ипполитовна Солнца. Влюбленная в литературу Юлия после школы поступила на философский факультет Московского университета. Но вскоре ушла в артистке, стала студенткой Московской филармонии. После института она сразу была приглашена на работу в студию Камерного театра. Но выйти на театральные подмостки ей так никогда и не удалось. Начинающую актрису пригласили на пробы на роль служанки в фильме «Протозанова Айлита». Прекрасной инопланетянкой должна была играть Елена Гоголева. Но Протозанов, посмотрев пробы, сразу оценил экзотическую красоту Юлии. Правильные черты лица, огромные черные глаза, чарующая улыбка, фигура античной богини. И предложил ей роль Айлиты. Самая известная роль, как ни парадоксально, оказалась и самой ее нелюбимой. Юлия считала, что Айлита получилась у нее неживой, неубедительной. Но зрители были другого мнения. После шумного успеха Айлиты авторы «Оцеп» и «Файко» написали сценарий специально для Солнцевой. Папиросница от Моссельпрома. «Вот эту роль актриса очень любила. Все переживания смешной лоточницы Зины, торгующей на улицах сигаретами и мечтающей стать кинозвездой, казались Юлии такими знакомыми». Ее наперебой приглашали сниматься и не только советские режиссеры. Но от замачивых предложений американских кинематографистов Солнцена отказывалась на отрез. Жила она по-прежнему замкнута, хотя в ее круг входили интереснейшие люди того времени. Ей посвящали стихи Николай Асеев и Алексей Крученых. Она была знакома с Брюсовым, Бальмантом, Андреем Белым. Довольно часто встречалась с Маяковским. Все окружение Маяковского знало о нежном, бережном отношении Володи к Юлечке и Политовне. Так он называл ее. «В 1928 году она познакомилась с Александром Петровичем Довженко и стала его женой. Юлия Ипполитовна не стала менять фамилию, видя в этом особый смысл. Раньше она была Солнцем, а теперь всего лишь спутником присветили». На картине «Земля» Солнцева навсегда распрощалась с актерской карьерой. Ее новая работа была такой нужной, такой незаметной – ассистент режиссера. Больше она ни разу не появилась в кадре. По-житейски мудрая Юлия Ипполитовна прекрасно понимала – на одних внешних данных далеко не уедешь. А большого актерского дарования она в себе не замечала. Первая съемка фильма «Поэма о море» была назначена на ноябрь 1956 года. Но Александр Петрович почувствовал себя плохо, когда к назначенному часу участники съемки появились в Мосфильмовском вестибюле. Их встретил окаймленный широкой черной рамкой портрет Александра Довженко. Никто на Мосфильме не согласился взять на себя постановку фильма, задуманного Довженко. «Поэма о море» сняла Солнцева. Эта картина, конечно, не имела ничего общего с шедеврами режиссера, но Юлия Ипполитовна попыталась продлить его жизнь хотя бы с помощью кино.